Я помню, когда мне впервые на войне увидеть психическую атаку. И я невольно вспомнил Юлию Друнину, которая в своём стихе говорит. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и сотни раз по сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Так и я. В рукопашном я не был, но эту психическую атаку я запомнил на всю оставшуюся жизнь. На войне это страх, но особый. А вот когда непосредственно вступаешь в бой, в соприкосновение с врагом, то страх исчезает. Тобою движет только одно – победить, уничтожить и в конечном итоге выйти живым. Но так бывает не всегда. Есть замечательные слова. Не предназначено заранее, какой из двух земных путей тебе покажется святей, определив твоё избрание. Ты можешь властвовать всецело, а можешь в жертву принести всю жизнь свою от слова и до дела. Но нет третьего пути. Вот и, наверное, немаловажную роль играет, что я до сих пор и до конца жизни буду считать себя счастливым, потому что я иду именно по второму пути. Я помню, когда мне впервые на войне увидеть психическую атаку фашистов. Страх, но особый. А вот когда непосредственно вступаешь в бой, в соприкосновение с врагом, то страх исчезает. Тобою движет только одно – победить, уничтожить на нашей позиции. И я невольно вспомнил Юлию Друнину, которая в своём стихе говорит, «Я только раз видал рукопашный, раз наяву и сотни раз по сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». так и я. В рукопашном я не был. Но эту психическую атаку я запомнил на всю оставшуюся жизнь. На войне это страна и в конечном итоге выйти живым. Но так бывает не всегда. Есть замечательные слова. Не предназначено заранее, какой из двух земных путей тебе покажется святее.